Вот две сберегательных книжки. Долгое время я на них откладывал каждый месяц по 50 крон, самые малые. На одну откладывал себя на похороны, на другую вам на свадебный подарок. Я думал, что доживу до этого. Не хотелось приходить к вам на свадьбу с пустыми руками. Здесь по полторы тысячи крон на каждый. Всего три тысячи. Берите их. Хотелось, чтобы похоронили по-человечески. Да я думаю, что и так не бросят под забором. Внесите в кооператив пай. Ну, словом, делайте с ними, что хотите. Они ваши. Не беспокойтесь, Панабель. Мы уж как-нибудь обойдемся. Понимаю, Дашенька, не нуждаетесь вы ни в моем сочувствии, ни в моих деньгах, ни в моем барахле. Ну, перестань ты делать. Я знаю, для вас это все старая рухлядь. Но эта рухлядь не всегда была старой. Годами я собирал гроши, чтобы купить что-нибудь. И как я радовался, когда мне это удавалось. А до того я ходил и смотрел на витрины. Смотрел и радовался. Другие покупали, а я смотрел. Кусок моей жизни это барахло. Может быть, и вся моя жизнь барахло. Ну, это была моя жизнь. Ну, перестань, перестань ты делать. Не знаю, я знаю, вы поймете это через 60 лет, если вообще только поймете. А я боюсь, что не поймем. Потому что мы будем другими, и весь мир будет другим. И жилищный кризис, это же не вечно. Ведь в конце концов будет же масса квартир для всех. Прекрасных квартир, солнечных, где будет полно зеркал. И кафельные ванны с цветочками, и кухни с автоматическими линиями. Что еще? Кондиционеры, детские сады, площадки. Даша! 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 Большое тебе спасибо. Я знаю, почему ты это сделал. Ничего ты не знаешь. Я знаю. Я отлично знаю. Ты ненавидишь нас. Кого? Дашу. Меня. Всех. Не болтайте чепухи. Чего мне вас ненавидеть? А потому что, если бы ты взял нас к себе, кончились бы твои пятницы. Негде тебе было бы встречаться с твоей пани Конти, отец, который основал компанию отеля «Континенталь». Не отец, а дед. Да ты сам, ты сам не хуже меня знаешь, что название «Континенталь» произошло не от фамилии Конти, а от слова «Континент». Континент – это часть света. Твоя пани Конти. Ты не хуже меня знаешь, что никакого сына у нее нет. Сюда не мог бы ходить твой пан Райнер, великий философ и оратор, безнадежный псих, который лезет на стену только, чтобы привлечь внимание прохожих в часы пик. А может быть, у него другая цель? Какая, если не секрет? Тебе никогда не хотелось забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое? Нет, я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было лучше, чище и красивее, чем теперь. Ну да, лучше болтать о будущем. Квартиры полные солнца, механические роботы на кухне, так что не нужно даже подходить к плите. А все это будет, будет. Будет, будет. Я только спрашиваю, когда. Я не знаю, когда. Не знаю, но будет. Мне жаль тебя. Да, Райнера тебе не жаль. Нет. Я им восхищаюсь. Так в этом же вся суть. Вы заговариваете друг другу голову сказками, задориваете себе голову до того, что сами в эти сказки верите, а потом восхищаетесь друг другом. Может быть, ты и прав. Но только ты так ничего и не понял. Да, да. Я от роду был непонятливый. Да, меня иногда это беспокоит. Небось, о пане Райнере ты не беспокоишься. Нет, ты угадал. Ну, если не секрет. Почему? Слова полной любви и две пары босых ног под одним одеялом – это маловато для мужчины. И совсем просто выгнать старика в приют для престарелых и выбросить все его баракло. Да, да. Лучше карабкаться на башню и болтать. Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Хорошо бы и тебе попробовать влезть на какую-нибудь башню. Я бы тобой восхищался. Я бы тебе аплодировал. Не на башню, а хоть куда-нибудь попробуй. Ну, попробуй, попробуй. Да какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту башню? Он что будет, кричать оттуда? Люди, здравствуйте, привет вам от пана Райнер, да? У них будут часы. Часы? Часы на башню. Там есть часы. Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время сдвинется. Отцы будут учить детей узнавать, когда четверть, когда половина. Своим боем они всему городу будут отмерять время. Они не будут больше немыни. У них появится голос. Ты слышишь? У них будет голос. Слышал. А почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально? По лестнице, в башне. Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он предложил вторично, ему сказали, что там лестница сгнила. Что может быть катастрофа. Что лестница может рухнуть. И тогда он полез по стене. По стене. Но лезет. И ты думаешь, это ему удастся? Молю Бога, чтобы удалось. Ну, а если нет? Тогда он погибнет. Разве это не ужасно? Нет. Это прекрасно. Прекрасно. Это прекрасно. Ответил своему внуку Павлу Франтиша Кабель. Прекрасно быть человечным и бескорыстным. Прекрасно сделать хоть что-нибудь хорошее для людей, которых ты даже не знаешь. Прекрасно думать не только о себе, но и о других. Прекрасно не брать, а отдавать. Свою доброту. Свои скудные сбережения. Своё душевное тепло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова